Всем здравствуйте! Вас приветствует Марусь на своем канале. Начинаем посев семян. И уже первый посев мы сделали. Но я хочу сегодня вам показать один интересный совет, который мне тоже понравился, увидев его в интернете, решила с вами поделиться. Мы очень часто высаживаем растения вот в такие лоточки. Они бывают разные, неважно. Может быть даже кому-то пригодится этот совет, кто высаживает вообще в различные небольшие емкости. Очень неудобно из таких лотков доставать растения. Потому что действительно выковыриваешь, начинает повреждаться корневая система. И это очень неудобно и непрактично. Можно взять все что угодно, любую тряпочку. Лучше нежную какую-нибудь взять, чтобы от большого объема не было. Можно марлечку взять, можно ткань. Но я вот беру, вот видите, нетканный материал. Назовется в фикс-прайсе, покупок ровной. И он, кстати, недорогой, а объем очень большой у него там. Нарезаем вот такими полосками, небольшими. Но длинными. Конечно, лучше всего высчитать размер, какой вам нужен. Но я сейчас вам примерно покажу, чтобы было понятно. Для этого же способа подойдет обычная старая тюль. У нас у многих они лежат без дела. Жалко выбросить, но хочется применить в дело. Подберем наш лоточек, в который мы будем сажать растаду. И точно так же мы можем использовать тюль. Это может любая ткань. Желательно, конечно, чтобы она была синтетическая, потому что хлопок будет немножко, как сказать, разрушаться во время использования влаги. Смотрите, какой плюс в этом использовании. Во-первых, когда вы будете пересаживать растение, вам не нужно будет там выковыривать, повреждать корневую систему. Берем за краешек и выводим. Вот смотрите, просто полностью выходит весь ком земли. У вас будет цельное растение без повреждения корней. Пересадку растения в этом случае переносит абсолютно безболезненно, потому что корневая система вся будет в целости. Во-вторых, такой способ дает возможность правильного полива растения. Если вы заметили, при поливе рассады в таких ячейчках очень часто бывает такое. Здесь сухо, здесь влажно. Здесь влажно, там сухо. Это неравномерное распределение влаги. Смотрите, в чем плюс. У нас ткань идет проложенная по ячейкам, то есть ткань снизу будет впитывать влагу и, соответственно, равномерно распределяться по всей территории ячеек. То есть она будет влажная, корни будут всегда увлажненные, никогда не будут пересыхать, и будет равномерное распределение влаги. Посмотрите, какой хороший способ посева рассады. Решаем сразу две проблемы. Это и легкая пересадка без повреждения корней, и хорошее питание корней без пересыхания. Отличный способ, которым я советую воспользоваться. Ну а всем, кому понравился совет посева рассады, поставьте пальчик вверху, буду благодарна. Всем до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok